И снова здравствуйте! Меня зовут Тимофеевна. Если вы будете смотреть этот материал в виде видео, а не просто слушать, то поглядывайте на экран, потому что я буду выводить туда интересные фотографии, относящиеся к теме. Сегодня мы с вами прикоснемся к тайне, которая просуществовала более 90 лет. Ее разгадка найдена совсем недавно. Парадокс этого дела в том, что оно почти полностью базируется на воспоминаниях, а воспоминания, как мы знаем, вещь ненадежная. Фактов в этом кейсе крайне мало, а те, которые есть, неубедительны. Пожалуй, то, что можно сказать наверняка, судебный процесс в рамках этого кейса, стал самым длинным судебным процессом в истории. И точка в этом деле поставлена при помощи анализа ДНК. Однако обо всем по порядку. Она натянула крахмальное одеяло до самых бровей и вдохнула запах больничного постельного белья. «Но, наконец-то, я от нее отвязалась», – подумала девушка. «Теперь можно стать собой. Как хорошо, как легко и просто». Сейчас только одно нарушает ее покой. Это назойливое внимание молодого доктора с гладко выбритыми щеками. Каждое утро он скрипя табуреткой, подсаживается к ней поближе, берет ее за запястье своей прохладной рукой, наклоняется над ее лицом, заглядывает ей в глаза, спрашивает почти безучастно, как будто ответ ему не очень-то интересен. «Фрау, как вас зовут?» Доктор Шольц любил свою работу. Среди происходящего кругом ужаса психиатрическая лечебница казалась прибежищем спокойствия, умиротворения и порядка. Каждая его минута была расписана и строго отведена под определенные действия. Единственное, что немного портило его удовольствие от работы – это странноватая, молчаливая немка, которую доставили сюда пару недель назад. А может, это не немка. Медсестры, которые слышали, как она говорит по-немецки, определили ее как польку или русскую. В общем, славянку. Полицейские выловили ее из берлинского канала Ландвер. Она что-то бормотала про опозоренную честь, про бессердечных родственников и рвалась назад в воду. Однако ее насильно вытащили, отряхнули, доставили в полицейский участок, переодели в сухое. А когда поняли, что женщина не в себе, отправили в больницу. Мало ли неудавшихся самоубийц оказывается на этих койках, но в этой истощенной до предела женщине при росте 170 сантиметров в ней было не более 45 килограммов веса. Что-то особенное, беспокоющее и неприятное. При первом осмотре Шольц поставил ей депрессивное расстройство. Не мудрено диагностировать депрессию того, кто совсем недавно пытался свести счеты жизни. Пусть и небольшой, но опыт подсказывал доктору, что с этим случаем все не так просто. Большую часть времени пациентка лежала на кровати, отвернувшись лицом к стене. Поначалу она отказывалась от еды, и только услышав угрозу, что ее будут кормить насильно, начала с оттенком отвращения принимать больничную пищу. Ела она, не вставая с постели. Поднеся первую ложку ко рту, она медленно и вдумчиво тянула из нее суп. После первого глотка она как будто вся замирала, прислушиваясь к собственному телу. Так рачительная хозяйка пробует готовящееся блюдо на соль. Но эту женщину соль не интересовала, она как будто пыталась понять, не отравлена ли еда. Одобрив первую ложку, она торопливо заканчивала всю тарелку. Но это было не единственной странностью. Обладающий с детства чрезвычайно высокой наблюдательностью доктор сразу понял, что незнакомка происходит из самых высоких слоев общества. Он был почти уверен, что она аристократка. Даже будучи очень голодной, она никогда не дула на ложку горячего супа, чтобы его остудить. Также осторожно она прикасалась к теплому какао, пробуя его температуру верхней губой и отставляла кружку, если питье было слишком горячим. Но если неизвестное происходит из аристократической семьи, почему ее не ищут? Полиция регулярно передавала сводки пропавших без вести, но ни в одной сводке приметы этой молодой женщины не значились. Шольц, скорее из любопытства, чем из милосердия к пациентке, просматривал сводки. Ему очень хотелось, чтобы однажды под крышей этой лечебницы появились ее родственники. И он, наконец, узнал бы, кто она такая. Сама неизвестная этой встрече бы не обрадовалась. В этом он был совершенно уверен. Она проявляла явные признаки паранойи с первого дня, как появилась здесь. Она имела привычку пугливо озираться во время прогулок по больничному парку, вздрагивала от малейшего шума, а иногда вглядывалась в лица посетителей других пациентов с явным ужасом. Она как будто боялась, что вот-вот ее кто-то разыщет. За ней придут, вытряхнут из накрахмаленной кровати и уведут в какие-то мрачные застенки. Но кто ее может разыскивать? Полиция. Нет. Полицейские проявили к фрау весьма вялый интерес и вообще испытали облегчение, когда отделались от несостоявшейся утопленницы. Тогда кто бы мог ее преследовать? Если у этой маленькой женщины и были враги, то они уже нанесли ей достаточно вреда. Все тело фрау неизвестной, так ее обозначали в больничных документах, было отмечено следами тяжелых увечий. Пару лет назад женщина явно перенесла тяжелую черепно-мозговую травму. Кости черепа неправильно срослись и за ухом прощупывалась существенная вмятина. На шее сзади у женщины остался звездчатый шрам. Отчего бы это? Вся грудная клетка и спина были в шрамах как будто от пуль или осколков. Часть передних зубов была выбита. Ко всему прочему, левая рука неизвестная была изъедена костным туберкулезом. Если бы доктор Шольц знал, что его заботам поручена женщина, которая совсем скоро станет одной из самых известных молодых особ Европы, он бы очень удивился. Кому нужна эта худенькая калека? А ведь ее загадка будет разгадана уже в веке 21. Практически 100 лет эта женщина проведет в статусе неизвестной, но весьма знаменитой личности. Да, вот это замечательно. Это совершенно замечательно. На профессора глядело пластилиновое лицо, губы сомкнуты, брови сведены к переносицу, лоб изрезан морщинами. Профессор взял стек и едва прикоснулся к правому уху своей скульптуры. Да, вот так он и выглядел. Теперь этот портрет будут тиражировать в школьных учебниках, в энциклопедиях, в исторических справочниках и прочей литературе. Профессор откинул стек на стол и хлопнул в ладоши. Ему удалось доработать свою методику до идеала. Теперь многочисленные неопознанные кости будут обретать очертания, которые они носили при жизни. А белоснежные гипсовые черепа слой за слоем превратятся в лица. Герасимов отступил на пару шагов от своей скульптуры и придирчиво оглядел бюст. Портрет получился такой живой, что лаборантки, ловя на себе взгляд этих суровых глаз, вздрагивали. Профессор не без удовольствия подумал, что ему не только удалось восстановить внешность, но и вдохнуть в изображение Ивана Грозного характер. Даже если не знать, чей это портрет, по его чертам сразу угадаешь непростого человека или, как это принято говорить, яркую оригинальную личность. Методика профессора Михаила Герасимова сейчас используется по всему миру для того, чтобы восстановить внешность человека по костям черепа. Удивительно, что Герасимов не был ни художником, то есть у него не было никаких навыков в скульптуре, ни патологоанатомом, компетенции, которые, казалось бы, необходимы для того, чтобы возиться с костными останками. Методику, которая потом оказалась так востребована в криминалистике, разработал доктор исторических наук, то есть изначально Герасимов вообще был археологом. Движимый научным любопытством историка, Герасимов стремился узнать, как на самом деле выглядели Иван Грозный, Тамерлан, Ярослав Мудрый и другие исторические деятели. На какое-то время Герасимову пришлось погрузиться в изучение анатомии и поработать в морге. Он рассматривал спилы черепов, чтобы понять закономерность, как зависит толщина мягких тканей лица от тех костей, которым они прикреплены. Но он не просто рассматривал эти спилы, но и замерял их тщательно, и заносил эти измерения в таблицу. А Герасимов определил, что толщина мягких тканей на определенных участках черепа у разных людей примерно одинаковая. Это значит, что скульптурный портрет человека, вылепленный по его костям, будет довольно точно отражать его внешность. Первым этапом работы Герасимов изготавливал гипсовую копию черепа, устанавливал на ней в реперных точках колышки с указанием толщин тканей и наносил пластилин. Слой за слоем на гипс наращивались мягкие ткани, так называемые, сначала хрящевая ткань, потом мышца, потом кожа. Так лицо обретало все более натуральный облик, превращаясь в скульптурный портрет человека. Этот метод потом сильно доработают ученики Герасимова. Противники метода поначалу утверждали, что профессор работает больше как скульптор, то есть старается вылепить лицо по воображаемому образу, и его метод не научен. Да и как проверить, соответствует ли пластилиновый портрет Ивана Грозного реальной внешности царя? Ведь во времена Грозного фотоаппарат еще не был изобретен, прижизненный портрет государя был выполнен в довольно условной технике, а посмертной маске царя не осталось. Возможно, и не снимали с него посмертную маску в то время. Точку в этом споре поставили криминалисты, которым Герасимов помогал раскрывать убийство. Однажды летом 1940 года в лесополосе нашли женские останки. По скелету возможно было определить лишь возраст женщины и то примерно. А о том, как она выглядела, когда была жива, оставалось только догадываться. Герасимов решил помочь милиционерам и взялся реконструировать лицо этой женщины по ее черепу. Получившийся портрет сравнили с фотографиями пропавших женщин, подходящих по возрасту, и обнаружили довольно точное сходство. Оказалось, что убитая была Валентиной Косовой. Вскоре ее убийца во всем сознался. К слову, это был ее муж. Естественно, когда Герасимов лепил портрет, ни одной фотографии он не видел, и он просто не мог подгонять свою скульптуру под фото, чтобы добиться сходства. То есть он не мог как бы подтасовать вот эту свою работу, для того, чтобы милиционеры узнали какую-то конкретную женщину. Когда в 1991 году в окрестностях Екатеринбурга из Ганино-Ямы извлекут девять скелетов, профессора Герасимова уже не будет в живых. Однако метод, который он разработал, поможет установить, что эти останки принадлежат Николаю II, его жене Александре Федоровне, их троим детям, двум лейб-медикам, коммердинеру и горничной царской семьи. Однако двух скелетов в этой яме будет не доставать. Неужели одна из царских дочерей и наследник престола, цесаревич Алексей, выжили? Эта женщина как будто свалилась с неба. В списках пропавших без вести фрау с такими приметами не значилось. Никто ее не искал, друзья и родственники, если они и были, о пропаже не заявили. Она была так пуглива и подозрительна, как будто спасалась от преследователей. Возможно, так и было в действительности. В таком случае побег ей удался. Казалось, что в Берлине она не нужна ни одной живой душе. Только доктор Шольц из Дальдорфской клиники проявлял навязчивый интерес к фрау неизвестной. Расспрашивал, что напомнит о своем прошлом, допытывался, не видит ли она галлюцинации. Иногда она просто отворачивалась лицом к стене, делая вид, что не слышит или не понимает его вопросов. Иногда она дерзко вскидывала голову и бросала ему в лицо. Вы не очень-то сведущий доктор. Шольц был уверен, что у больной нет амнезии и галлюцинации она не видит. Ну и голосов она не слышит голосов в голове. А ее страх преследования вовсе никакая не паранойя, а вполне обоснованный страх. Так бы и лежала фрау неизвестная на койке психиатрической лечебницы, уткнувшись в темный угол, если бы рядом с ней не начала крутиться другая пациентка Мария Пойтерт. Ну, в других источниках ее называют Кларой Пойтерт, а как ее на самом деле звали, история умалчивает. Мы будем называть ее Мария Пойтерт. Как и Шольц, Мария сразу заподозрила, что с этой маленькой коллегой что-то не ладно. Она долго вглядывалась в тревожное лицо неизвестной, пока не поняла, что отчетливо узнает эту женщину. Вы Татьяна, русская княжна, дочь Николая II. Неизвестная заплакала и спряталась под одеяло. Мария Пойтерт была портнихой. Свои молодые годы она провела в России, где добилась невероятных карьерных высот. Она обшивала фрейлин при дворе императора. Кому, как не фрейлинам, знать, что происходит во дворце, чем живет монаршая семья. А Пойтерт овладевала просто нездоровая одержимость этой семьей. Она собирала журналы, открытки, газетные вырезки, в общем, все, что так или иначе касалось жизни Романовых. Часами она разглядывала фотографии императрицы Александры Федоровны и ее дочерей. Эти лица она знала в мельчайших деталях, хотя не видела ни одного из них вживую. Один господь знает, почему Мария Пойтерт оказалась в Дальдорфской психлечебнице, но в источниках пишут, что у нее была дикая мания преследования. Однако сама Мария свою манию преследования отрицала и думала, что в психбольницу ее привела сама судьба. Ведь здесь сбудется ее мечта, она познакомится и даже подружится с русской великой княжной. Итак, наша фрау неизвестная и портниха Мария Пойтерт оказались соседками по палате. В тумбочке у Марии лежала целая подборка газетных и журнальных вырезок о жизни царской семьи. Вот казалось бы, что необходимо взять с собой в психбольницу. Оказывается, вырезки. Вся Европа тогда полнилась слухами о том, что одна из дочерей Николая спаслась во время расстрела и ей удалось бежать в Европу. А где же укрыться от преследования большевиков, как не в лечебнице для душевнобольных? Ну так Мария Пойтерт рассуждала. Мария сложила два и два, и вот почему ее соседка наотрез отказывается говорить, кто она такая. Вот почему на ее теле множество шрамов и увечий. И вот почему она говорит с отчетливым славянским акцентом. Это никто иная, как великая княжна Татьяна Николаевна Романова. Фрау неизвестная отнеслась к такому активному вниманию Марии Пойтерт настороженно. Она не согласилась с тем, что она Татьяна, но и не отрицала этого. А позже она все-таки решилась открыть свою тайну. Она не Татьяна, а Анастасия, младшая дочь Николая. Пойтерт поняла, что настал ее звездный час. Она открыла спасшуюся великую княжну. Теперь дело за малым. Добиться того, чтобы Анастасию признали разбросанные по Европе члены семьи Романовых, которые уцелели. Выписавшись из лечебницы, Мария встречается с бывшим капитаном императорского кирасирского полка Швабы и уговаривает его взглянуть своими глазами на фрау неизвестную. Когда я подбирала материалы, я читала, что такое кирасирский полк, но я вам этого не скажу, потому что у меня есть уважительная причина. Я забыла. По-моему, это что-то с пехотой связано. Так вот, капитан Швабы соглашается посетить еще пребывающую в лечебнице женщину, а в общей сложности фрау неизвестная около двух лет провела в больнице. Вот что потом напишет об этой встрече фрау неизвестная. Кто-то из русских эмигрантов принес мне портрет бабушки. Это был первый раз, когда я позабыла всякую осторожность, увидев фотографию и вскричала «это моя бабушка». А на самом деле Швабы действительно принес с собой портрет Марии Федоровны, матери Николая II, но по его воспоминаниям неизвестная не узнала эту женщину и в общем не проявила никаких эмоций. Швабы ушел из лечебницы в сомнениях, более склоняясь к версии, что неизвестная это самозванка. Однако по Европе уже поползли слухи, что не вся царская семья погибла, а одна из великих княжон жива. Следующая попытка опознания была предпринята в марте 1922 года. К фрау неизвестной пришла бывшая фрейлина императрицы Александры Федоровны, баронесса София Буксгевден. На ее свидетельство возлагали большие надежды, потому что она видела семью Николая за полтора месяца до расстрела. То есть она одна из последних выживших свидетелей, кто знал вообще, как выглядят дочери Николая II, вот именно как они выглядели незадолго до расстрела. На этой встрече присутствовала Мария Пойтерт, и она изо всех сил старалась, чтобы неизвестная была опознана как дочь царя. Она совала бедной больной в руки фотографию Александры Федоровны и требовала, скажи, ведь это мама, баронесса, не заставляйте меня еще раз произносить ее фамилию, не поддается эмоциям и почти сразу понимает, что перед ней чужой человек. И вот что она напишет после этой встречи. Лоб и глаза ее, ну в смысле неизвестной, напоминали мне великую княжну Татьяну Николаевну. Но стоило мне увидеть все ее лицо, чтобы сходство перестало казаться столь разительным. Позже я узнала, что она ведь выдает себя за Анастасию, но в ней нет абсолютно никакого внешнего сходства с великой княжной, никаких особенных черт, которые позволили бы всякому близкознавшему Анастасию убедиться в истинности ее слов. Кстати, замечу, что великая княжна Анастасия едва ли знала с десяток немецких слов и выговаривала их с неимоверным русским акцентом. Ну то, что сказала баронесса, действительно правда. Во-первых, если сопоставить фотографии нашей неизвестной, нашей героини и княжной Татьяны, мы увидим некоторое сходство. И сходство это большее, чем между ней и Анастасией. Также баронесса была права насчет немецкого языка. Анастасия не говорила на немецком, она знала только несколько слов. Зато она прекрасно говорила почти с рождения на русском и на английском. Ну и также она знала французский. Позже баронесса станет одним из самых активных участников лагеря противников фрау неизвестной. Она будет бороться с самозванкой всю свою жизнь. Но самозванка ли это? С тех пор, как в 22-м году маленькая коллега из Дальдорфской лечебницы призналась, что она великая княжна Анастасия Романова, армия ее сторонников, как и армия противников, постоянно пополнялись. Кем бы ни была эта женщина, приковать к себе внимание она умела. В ее окружении не было нейтрально настроенных к ней людей. Либо абсолютно уверенной, что она великая княжна, либо готовой стереть самозванку в порошок. Из больницы фрау неизвестная забирает чета баронов фон Кляйстов. То, что барон и баронесса видят воочию, не сопоставляется у них с образом пухленькой разовощокой Анастасии. Изувеченная, с выбитыми зубами и привычка прикрывать рот платком останется у нее на всю жизнь. Пугливая девушка, ни капли не похожа на великую княжну. Однако Мария фон Кляйст имеет твердое намерение доказать, что ее подопечная наследница русского престола. В 1922 году надежды на то, что большевистский режим скоро падет и в России произойдет реставрация монархии еще очень сильны. И фон Кляйсты надеются, что вот тогда уж их облагодетельствуют русские монархисты за то, что они приютили и вылечили единственную прямую наследницу Николая II. В принципе их можно понять, ведь наследник русского престола, который имеет шансы занять этот престол, это для них такой ресурс. Конечно, если бы действительно у них Анастасия была в руках, и если бы потом Анастасия села на русский трон, она бы их отблагодарила. Живя у фон Кляйстов, неизвестная перестает быть неизвестной и ей дают имя Анна. Это имя она будет носить до конца жизни. Дома ее ласково называют Анни. Итак, Анни проникается доверием к барону его жене и открывает им историю своего чудесного спасения. Ну, чудесного я беру в кавычки. В ночь расстрела она не погибла. Сестра Татьяна закрыла ее своим телом. Кстати, каким-то чудом неизвестная узнала такую деталь, что пули отскакивали от корсетов великих княжон. Это действительно было так, потому что в корсеты были зашиты бриллианты. Израненную, еле живую, ее спас один из конвоиров царской семьи по фамилии Чайковский. Сейчас установлены имена и фамилии все, кто участвовал в расстреле Романовых и охранял их в Ипатьевском доме. А тогда история кончины последнего русского императора была покрыта мраком. Ходили слухи, что в Екатеринбурге расстреляли двойников, а истинной семье царя удалось бежать. Так или иначе, сейчас доподлинно известно, что никакого Чайковского среди людей, охраняющих Романовых, не было. И вообще надо сказать, что фамилия Чайковский это очень редкая фамилия, и она не с русскими корнями. Так что сложно представить вообще солдата по фамилии Чайковский. Но почему Аня выбрала именно эту фамилию, мы поговорим в конце этой истории. У меня есть своя версия. Дрожа и плача, Аня рассказывает, как Чайковский привез ее к себе домой, что его семья ухаживала за ней, вылечила ее раны, спрятала от преследователей. И, конечно, по законам мелодрамы, Чайковский влюбился в спасенную им девушку и женился на ней. Потом она родила ему сына. Затем они всей семьей бежали в Германию через Польшу, так как большевики напали на след великой княжны, и в России оставаться было просто опасно. По дороге погиб сам Чайковский, а его родственники, маленький сын Ани, куда-то пропали. Ребенка всегда можно будет узнать по белью с императорскими коронами и золотому медальону, так говорила Аня. В Берлине она осталась одна, скиталась по улицам, плакала, спасалась от погони. А явиться в полицию она не могла, потому что ее тут же бы опознали и выдали большевикам. Оставалось одно – расстаться с этой жизнью. Так Аня и оказалась сначала в Ландверском канале, а потом и в лечебнице для душевнобольных. Но почему именно она почти на сто лет стала для огромного числа людей, спасшейся великой княжной. После расстрела Романовых то там, то здесь в Европе и России появлялись якобы выжившие наследники. Особенной популярностью у самозванцев пользовались почему-то младшие дети Николая II. По Европе гастролировало больше десятка лжи Анастасии, а в Омске под покровительством преданных людей какое-то время скрывался лже Алексей. Но самозванцев очень быстро разоблачали, и только ей, только нашей героине удалось до своей кончины быть потенциальной великой княжной. И было действительно очень много народу, которые верили в то, что она Анастасия. Как Аня убеждала своих сторонников, что она дочь русского царя, одному богу известно. Одно можно точно сказать – ее талант привлекать людей на свою сторону, находить и удерживать возле себя рьяных сторонников ее тождества с Анастасией просто не поддается осмыслению. Одной из ее верных подруг и сторонниц на многие годы станет Гарриет фон Ратлев. Это прибалтийская немка по происхождению, писательница и скульптор. Она бежала с мужем из России во время революции и задержалась в Германии. В Германии она с мужем развелась, у нее были уже взрослые дети к этому моменту, и она жила одна. И вот она у себя приютила нашу фрау неизвестную. Совсем скоро Гарриет фон Ратлев займется доказательством чудесного спасения великой княжны. Она будет терпеть исключительно дурной характер своей подопечной. Будучи не в настроении, Анна становится невыносимой. Швыряет в лицо своей благодетельницы грязные чулки и требует, чтобы та их выстирала. Однажды во время морского путешествия Анна откажется жить в одной каюте с Гарриет, потому что она, видите ли, не привыкла жить вместе с прислугой. Тем не менее, Гарриет продолжает содержать, лечить и нянчить Анну. Когда та болеет, фрау фон Ратлев неотлучно сидит у ее постели. И когда царевна, в кавычках, царевна выздоравливает и показывает свой злой и неблагодарный характер, Гарриет молча терпит. Фрау фон Ратлев как будто смотрит на Анну через какой-то свой фильтр. Она отказывается замечать дикие выходки царевны. Она умела быть признательной за доброту и дружбу, которую ей выказывали. От всей ее натуры веяло благородством и достоинством, которые притягивали всех, кто знакомился с ней. Так напишет об Анне фрау фон Ратлев. Я могу только удивиться широте души вообще этой женщины. Если бы мне кидали в лицо грязные чулки, я бы даже не задумывалась, кто это делает, наследник престола или не наследник престола. Слухи о чудом спасшейся царевне доходят до вдовствующей императрицы Марии Федоровны, матери Николая. Дагмар, так называют Марию Федоровну в Европе, в этот момент живет в Копенгагене и выезжать в Берлин на опознание своей потенциальной внучки не планирует. Однако сомнения закрадываются в ее сердце. А вдруг это и впрямь ее любимая внучка? Больная, измученная, нищая, оторванная от семьи. Она поручает Александру Волкову, бывшему коммердинеру Александре Федоровну, съездить в Берлин и взглянуть на девушку. Коммердинер это домашний слуга, то есть человек, который был приближен к Романовым, хорошо их знает, видел их с близкого расстояния и там прекрасно знает, как они выглядели, как они себя вели и может опознать в неизвестной либо Анастасию, либо не Анастасию. К этому времени фрау неизвестная обрела имя и фамилию и пока ее зовут Анна Чайковская. Кстати, Анна Чайковская, имеет заметное сходство с молодой Марией Федоровной. Если вы смотрите видео, я приложу фотографии, где сравниваю внешность двух этих женщин. И на это сходство указывали многие, кто видел в жизни и ту, и другую. В первый вечер своего прибытия в Берлин Волкову не удается увидеться с госпожой Чайковской. Женщина сильно недомогает, ее здоровье ослаблено туберкулезом и перенесенными ранениями. В общем, у Анны будут всю жизнь проблемы со здоровьем, ее будет мучить туберкулез, у нее практически отнимется правая рука, пораженная туберкулезом, и у нее вот так все будет плохо. Плюс будет постоянно давать о себе знать черепно-мозговая травма. И по вечерам ее лихорадит, она предельно истощилась, пытаясь справиться с нервами, она выдергивает себе волосы. Так Волкову показывают Анне из окна, он видит только общие черты фигуры, наклон головы. Впрочем, даже этого мне было достаточно, эта цитата Волкова, чтобы убедиться, что эта женщина не имеет ничего общего с покойной великой княжной Анастасией Николаевной. Это Волков напишет в своем отчете Марии Федоровне. Однако, что-то остановит Волкова и не позволит ему покинуть Берлин, не переговорив с потенциальной великой княжной. Он подождал, пока Анне поправится и встретился с ней. Фрау Фунратлев описывает эту встречу в мелодраматическом ключе. У Волкова в глазах стояли слезы, он целовал Анне руку, они долго о чем-то говорили по-русски. Несмотря на то, что феномен у Анны Чайковской было множество свидетелей, сейчас невозможно точно установить, говорила ли эта женщина по-русски. Воспоминания тех, кто пытался опознать великую княжну, совершенно разнятся. Вот Гарриет Фунратлев пишет, что Анна и Волков свободно болтали о чем-то по-русски. Волков вообще не пишет, на каком языке расспрашивал Анну. Сиделки из Дальдорфской лечебницы уверяли, что неизвестная по ночам говорила сама с собой по-русски, и на этом же языке бредила во время лихорадки. Когда Анну просили сказать что-нибудь на родном языке, она делалась злой и капризной. Она никогда больше не будет говорить на языке убийц, ее родителей, сестер и брата. Это кровавый язык, который она навсегда забыла. В общем, не просите меня говорить на этом ужасном языке. Вообще в своем нежелании доказывать свое тождество с великой княжной Анна проявляла поистине ослиное упрямство. Иногда она просто отказывалась показываться визитерам, которые хотели опознать в ней Анастасию. На пустом месте беречила своим покровителям, ссорилась со своими сторонниками. То есть у нее была такая позиция, вот она великая княжна и точка. Если кто-то ей не верит, это вообще не ее проблема. Казалось бы, отрицательный отчет Волкова должен был поставить точку в истории чудесного спасения русской царевны. Но нет. Великая княгиня Ольга Романова, это сестра Николая и тетя Анастасия, просит Пьера Жиляра, бывшего учителя царских детей, поехать в Берлин ни медля, ни минуты. Она так ему и пишет. Если это действительно она, телеграфируйте мне, я приеду тотчас. К чему бы это? Ведь из Берлина только что вернулся Волков, совершенно уверенный, что Анна – самозванка. Но Волков не нашел ответа на главный вопрос, мучивший Ольгу. Откуда самозванка знает семейное прозвище Анастасии – Швипс? Это прозвище было известно только близкому кругу, и именно Ольга Александровна первая стала называть так свою племянницу. Вообще, Анастасия была любимой внучкой Марии Федоровны и любимой племянницей Ольги Александровны. Анастасия была очень подвижной девочкой, постоянно устраивала шалости и проказы. Прозвище в полной мере отражало ее живой характер. Если бы неизвестная не только назвала это прозвище Швипс, но и объяснила его значение, сомнений бы не осталось. Действительно, на тот момент Анна Чайковская настолько была больна, и болезнь настолько изменила ее внешность, что узнать ее по внешним приметам вообще не представлялось возможным. Поэтому пытались ее узнать по каким-то сведениям, которые могла знать только Анастасия. Пьер Жиляр позже станет главным противником Анны Чайковской и приложит много сел к тому, чтобы доказать ее ложь. А его жена Шура, бывшая няня детей Романовых, узнает Ванне свою воспитанницу. Именно Шура обращает внимание на редкий физический недостаток, который был и у Анастасии, и у Анны Чайковской. Княжна с рождения страдала поперечным плоскостопием. Этот дефект стопы, который очень редко встречается у молодых женщин. Обычно этим заболеванием страдают женщины среднего либо старшего возраста. Также, как и у Великой Княжны, у Анны правая нога была хуже левой. То есть вот так в одной семьи муж и жена придерживались вообще разных позиций. Одна узнала Анастасию, второй ее категорически не узнал. Сама Анна якобы тоже узнала Шуру. Этот эпизод, описанный Гарриет фон Ратлиф, станет каноническим в истории признания Великой Княжны. Якобы Анна выплеснула на руку Шуре немного одеколона и сказала «Шура, намочи-ка лоб». Шура узнала этот характерный жест и бросилась обнимать Великую Княжну. Дело в том, что Анастасия обожала духи и заставляла Шуру душиться, чтобы та пахла, как цветочная корзина. Но воспоминания Шуры об этом случае истории неизвестны. А вот Пьер Жиляр, который присутствовал при этой встрече, пишет в своем отчете за себя и за Шуру. В полном молчании мы с необычайным вниманием вглядывались в это лицо в тщетной надежде отыскать хоть какое-то сходство со столь дорогим для нас прежде существом. Большой, излишне вздернутый нос, широкий рот, припухлые полные губы. Ничего общего с Великой Княжной. У моей ученицы был прямой короткий нос, небольшой рот и тонкие губы. Ни форма ушей, ни характерный взгляд, ни голос. Ничего не оставляло надежды. Словом, не считая цвета глаз, мы не увидели ни единой черты, которая заставила бы нас поверить, что перед нами Великая Княжна Анастасия. Эта женщина была нам абсолютно незнакома. А вот тут уже Романовы должны забыть о маленькой бедной коллеге и проститься с мифом о чудесном спасении. Но нет. К Рождеству Анна Чайковская получает письмо от своей потенциальной тети Ольги Александровны и подарок, связанную лично Ольгой Шаль. Как это вообще понимать? Позже Ольга оправдывалась, что ей просто хотелось поддержать несчастную больную женщину. Но мало ли несчастных и больных во всей Европе после Первой мировой войны. Тем временем Жиляр ведет собственное расследование, пытаясь установить настоящее имя Анны Чайковской и узнать хоть что-нибудь о ее происхождении. Тогда еще была версия, что возможно Анна Чайковская родом из России и возможно она была в близком окружении царской семьи, поэтому знала какие-то детали, которые могли быть известны вот только приближенным людям, либо самим дочерям Николая Второго. Ну и поэтому логичным выглядит желание Пьера Жиляра узнать, кто же такая эта Анна Чайковская, откуда она вообще взялась, каким образом ей стали известны те детали, которыми она поражала людей, которые пытались Анастасию в ней узнать. С журналистами Жиляр общается в решительном ключе. Анна самозванка и все тут. А сам тем временем ведет переписку с фрау фон Ратлиф, справляется о здоровье Анны, спрашивает не нужно ли чего, просит сообщить о выздоровлении самозванки, желает еще раз с ней встретиться и интервьюировать ее. То есть задать ей те вопросы, ответы на которые может знать только Анастасия. Также Жиляр находит, что почерк Анны очень похож на почерк Анастасии подростка. Может быть, Анна где-то раздобыла образцы почерка Великой Княжны и научилась ловко этот почерк копировать. Переписка обрывается резко и без объяснения причин. Жиляр делает публичное заявление, он никогда не считал самозванку Великой Княжной и все, что она сообщила в качестве деталей из персональной жизни царской семьи. Она хитростью и коварством от него же самого и узнала. С этого момента более непримиримого врага, чем Пьер Жиляр, у Анны Чайковской не будет. У меня есть некоторые догадки, почему оборвалась так резко переписка Пьера Жиляра и фрау фон Ратлиф. Дело в том, что Анна Чайковская на тот момент не просто болела, она была при смерти. Ее совершенно одолел туберкулез, ее постоянно лихорадила, она несколько дней просто была в бреду на грани жизни и смерти. Ей сделали операцию, как последняя надежда, ей удалили часть кости из руки. Но, тем не менее, врачи особых перспектив не рисовали. И мне кажется, что все, кто беспокоился на эту тему, все, кто озаботился этим вопросом, что же это за женщина, они, узнав, что она при смерти, как бы списали ее со счетов. И Пьер Жиляр подумал, что чего дальше переписываться с фрау фон Ратлиф, зачем что-то узнавать, если вот-вот со дня на день Анна Чайковская умрет. Но Анна каким-то невероятным образом не просто выживает, она еще выздоравливает, она очень быстро идет на поправку и продолжает свою работу по доказательству своей идентичности с великой княжной. Так что, пока Жиляр рассылает письма по всей Европе, Анна Чайковская выкладывает на стол свой главный козырь. Эту деталь до сих пор объяснить невозможно и отбросить, ссылаясь на совпадения, тоже нельзя. В одном из интервью, которое Анна дает от имени великой княжны Анастасии, она заявляет, что ее дядя, герцог Гессенский, брат Александры Федоровны, в 1916 году был в России с тайным визитом. Ну, что такого, казалось бы, герцог навестил своих родственников? А нет, информация об этом визите, если бы она тогда подтвердилась, могла бы полностью разрушить и военную карьеру, и вообще сломать жизнь герцога. В 1916 году Россия участвовала в войне, напомню, и она воевала на стороне против Германии. Получается, что герцог Гессенский, действующий немецкий офицер, совершил тайный визит во вражескую страну во время войны. А вот что это, если не государственное преступление? По словам Анны, герцог пытался уговорить Николая II подписать соглашение о сепаратном мире с Германией. Тут уже не просто репутация герцога стояла на кону, и неудивительно, что сам герцог пришел в бешенство от таких слов и публично обозвал Анну бесстыдной сумасшедшей самозванкой. В 1953 году выяснится, что такой визит действительно был, то есть сейчас это исторический факт, это не просто догадки или версии. А этот факт подтвердит под присягой ее императорское высочество принцессы Сесиль. Откуда она могла знать о факте визита и о его цели? Едва ли она так разбиралась в мировой политике? И нельзя же просто так вот такое нафантазировать? Надо ли говорить, что дядя Эрни, вот этот герцог Гессенский, также превратится в лютого врага Анны? Ну, я повторюсь, способность наживать себе врагов и приобретать самых верных друзей, несмотря на ужасный характер, у Анны Чайковской была просто фантастической. До сих пор не отвечен вопрос, как Анне удалось дурачить приближенных царской семье и уцелевших Романовых, которые уверенно узнавали в ней великую княжну. А таких было немало, мы еще о них поговорим. Ей целовали руки, называли ваше высочество, собирали деньги на адвокатов и на судебный процесс. Они заботились, лечили, одевали в соответствии с ее царским статусом. А как она могла добиться всего этого? Верила ли она сама в то, что она Анастасия? Или она демонстрировала виртуозную актерскую игру? Обо всем этом мы поговорим в следующей части подкаста или видео. Подписывайтесь на всевозможные мои площадки, чтобы не пропустить. Напомню, что на Boosty материалы выходят раньше, чем на других площадках, и стоимость подписки очень лояльная. Это тарифы стоят 200 рублей, то есть это практически чашка кофе. Я буду очень рада, если вы подпишетесь, и мы с вами увидимся или услышимся в следующих моих материалах. Субтитры сделал DimaTorzok